Если вы заинтересовались электромотоциклами, обязательно смотрите это видео, я рассказываю все секреты и нюансы. Это видео я начну сразу с того, что закрою вопрос про права на управление электромотоциклом, электроскутером. Не требуется права категории А. Достаточно прав категории М или Б. Зачитываю более подробно. Общее положение правил дорожного движения. Пункт 1.2. Мопед. Двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимально конструктивная скорость которого не превышает 50 км в час, имеющая двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 кубических сантиметров, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 250 Вт и менее 4 кВт. Для управления мопедом необходимы, ну то есть мы сейчас зачитывали мопед, необходимы права категории М. Также категория Б подразумевает открытую категорию М, кроме тех, у кого есть ограничения по здоровью. И сразу отвечаю на вопрос, что касаемо более мощных электромотоциклов, более быстрых. В Россию ввозится большинство электромотоциклов, уже амалогированных под Россию. То это значит, давайте на примере с автомобилями. Насколько вы знаете, большинство автопроизводителей выпускают под Россию автомобили с прошивкой на 249 лошадиных сил, для того, чтобы проходить законодательство России о налогах, для того, чтобы на машину был небольшой налог. Это делается программным путем, и потом те, кто хочет, кому это необходимо, расшивают свою машину, делают, чипуют ее и получают полный потенциал двигателя. На электромотоциклах это тоже реализовано программным путем, поэтому здесь вы сами принимаете решение о том, что вы будете делать уже с этой блокировкой. Такая амалогация, естественно, не распространяется на более мощные, скоростные, там, особо мощные, скоростные электромотоциклы, потому что это неуместно. В итоге мы имеем электромотоцикл красивый, на который вам достаточно прав в категории М или Б, который не нужно также ставить на учет и не нужно получать номерные знаки. А самое интересное это то, как приобретается этот мотоцикл. Вы приходите в магазин, оплачиваете его, покупаете его просто как телефон, садитесь и уезжаете на нем. Давайте перейдем к плюсам и минусам электромотоциклов. Одним таким самым весомым плюсом является то, о чем я уже сказал, это нет необходимости получать права категории А, также не нужно ставить его на учет и получать номерные знаки, из чего следует, что у вас не будет штрафов и не будет налогов дополнительных, которые вам необходимо оплачивать. Также вторым большим плюсом является надежность электромотоциклов и почти отсутствие их обслуживания. Двигатели электромотоциклов не обслуживаются и ломаются исключительно редко, только в исключительных случаях являются чуть ли там, качественные двигатели являются чуть ли не вечными. Также вам нет необходимости тратиться на бензин, можно забыть о всех маслах и о всех вот этих дополнительных обслуживаниях, которых требует двигатель внутреннего сгорания. Также зарядка стоит, полная зарядка от 10 до 20 рублей в зависимости от вашего тарифа. Ну и третий плюс это отсутствие звука и отсутствие вони. По поводу звука часто ходят споры, что звук это наоборот минус, ну должно быть слышно на дороге, мотоциклы не слышно на дороге, пока он не окажется, если вы водитель, вот здесь рядом с вами. Потому что выхлоп направлен назад, только те, кто ездит с прямотоком, ну да, их иногда слышно, поэтому это очень большое заблуждение. И также отсутствие вони, многие люди, которые используют электромотоциклы, зимой хранят их прямо дома, моют и красиво ставят там в каком-то месте, украшая локацию. Минусы. Большим весомым минусом является мобильность электромотоцикла в том плане, что его необходимо заряжать. То есть какой-то дальняк и электромотоцикл не сильно соприкасающиеся вещи, то есть плохая идея ехать на дальнюю дистанцию на электромотоцикле. А вот в городе использование электромотоцикла идеально. На электромотоциклах зарядка занимается в среднем от 2 до 8 часов. Кстати, электромотоциклы заряжаются от 220 вольт от обычной розетки. А вторым таким минусом является то, что электромотоциклы не всем по карману, потому что, например, бензиновый скутер вы можете пойти сейчас за 50 тысяч рублей купить. Для того, чтобы вам купить нормальный электромотоцикл, вам нужно минимум 200 тысяч рублей, они от такой цены начинаются. И электроскутеры достойны от 150 тысяч рублей. Третьим минусом являются электромотоциклы, у которых несъемный аккумулятор. Это еще больше ограничивает их мобильность в том плане, что вам необходимо не просто найти место, где зарядить, а это должна быть какая-то парковка, гараж, стоянка, где вы можете прямо к розетке непосредственно свой мотоцикл подключить и заряжаться. Как же выбрать для себя идеальный электромотоцикл? Для этого вам нужно ответить на 4 основных вопроса себе самостоятельно, чтобы понять, что вам идеально подойдет. Первый вопрос – это какие мотоциклы внешне вам больше нравятся. Это могут быть спортбайки, классические, кафе-рейсеры, эндуро. Второй важный вопрос – это для чего вы планируете использовать электромотоцикл? Для поездок на работу, для покатушек выходной день в свое удовольствие, для получения эмоций. Для поездок на работу надо учитывать то, что вы очень много времени летом, в летнее время, полгода почти сможете экономить на дороге огромное количество времени. Также вы можете его использовать для покатушек на даче. Это тоже влияет на характеристики байка. А третий вопрос – это какой бюджет вы готовы выделить на электромотоцикл? От этого напрямую будут зависеть характеристики электромотоцикла, такие как максимальная скорость, такие как дальность пробега. Кстати, аккумулятор больше всего влияет на стоимость электромотоцикла. И также важный вопрос – это то, какой тип аккумулятора вам подходит. Это быстросъемные аккумуляторы или небыстросъемные аккумуляторы? То, о чем я вам уже говорил. Если у вас есть место, где небыстросъемный аккумулятор можно заряжать, соответственно, мотоцикл, то это удобно для вас, потому что можно взять аккумулятор большой, с большим запасом хода и использовать его. Если же вам нужна большая мобильность, но при этом вы не ездите на дальние расстояния, вам больше подойдет электромотоцикл со съемным аккумулятором, где вы сняли, поставили на зарядку в офисе, потом пришли, поставили обратно и уехали. Также у нас есть онлайн-тест, который вы проходите, отвечаете на вопросы, и мы подбираем бесплатно для вас идеальные электромотоциклы, которые подходят именно вам, если вы его не проходили. Ссылка в описании, рекомендую пройти.